Притча. Сколько стоит твое желание? На задворках вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было. Ее когда-то унесло ураганом. А новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный житель и так уже знал, что магазин продает желание. Ассортимент магазина был огромен. Здесь можно было купить практически все. Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации какой-либо, деньги, детей, любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, власть, успех и многое-многое другое. Кстати говоря, были и такие желающие, которые даже ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто желать. Итак, каждый пришедший в магазин в первую очередь узнавал цену своего желания. Ну а цены были разные-разные. Например, получение работы или бизнеса своей мечты стоило отказа от стабильности и непредсказуемости или готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, или верой в собственные силы, или разрешение себе заниматься тем, что нравится, а не тем, что надо. Некоторые цены казались странными. Например, счастливая жизнь стоила дорого. А именно, персональную ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание своих собственных желаний, отказа от стремления соответствовать окружающим, разрешение себе быть счастливым человеком, осознание собственной ценности и значимости, отказ от бонусов жертвы, ну и так далее. Ну и, конечно же, не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить свое собственное желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили. Другие же долго стояли в задумчивости. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены, просил скидку или интересовался распродажей. Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, которые готовы менять свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и возможности для того, чтобы их желания исполнялись. А какую цену вы готовы заплатить за исполнение своего самого заветного желания? Или, возможно, что-то мешает и останавливает вас от действий? Вы тоже можете задать любой актуальный вопрос прямо сейчас и получить на него ответ от меня. Приходите на консультацию. А с вами была Юлия Жукова. Субтитры создавал DimaTorzok